Друзья, всем привет! Я в своей бане. Сегодня мы собрались с друзьями посидеть душевно, попариться, в общем, поговорить, покушать, выпить, в общем, ну, все как у людей. Значит, сегодня о чем я хотел поговорить? В первую очередь я покажу тем, кому реально интересно о нагреве воды в бане, потому что было много вопросов, как нагревает теплообменник 7-литровый феррум бак 52 литра. Сегодня я это вам покажу, потому что у нас стоит термометр, будут конкретно цифры, и по цифрам вы уже сориентируетесь, какая динамика будет нагрева. Что нужно учесть при проектировании своей системы горячего водослабжения. В общем, я надеюсь, видео поможет кому-нибудь не допустить ошибок при строительстве бани, при ее эксплуатации, и вы сэкономите на этом денежку. То есть, если я вам помогу или помог, ставьте палец вверх. В общем, погнали, переходим к делу. Сейчас мы уже все затопили, покажем вам данные о температуре, как мы зальем воду и так далее. Еще, кстати, приготовим покушать, нам еще атмосферу сегодня не только нас попарит, но еще и накормит. Жалко, только не набухает. Ну ладно, в общем, смотрим. Так, готовим, в общем, маринуем мясо, которое мы поместим в печку нашу. Она будет в фольге у нас. Это шейка, кусок, в общем, немножко специй, соль, там, перец, чеснок. То есть, прям туда целые чесночинки. Сейчас это завернем все в фольгу. В общем, сделаем по красоте. Потом в печку пару-несколько часов она там потомится в фольге. Вытащим, мы посмотрим. Надеюсь, будет вкусно. Так что, сейчас все подготовим и пойдем заниматься баней. Ребят, топим печь. Топится у нас ровно 30 минут. Сейчас 4.34 я затопил, активное горение. Сейчас будем заливать воду. Вопрос был, как я заливаю воду в бак. Он высоко у нас. В общем, такая штука с Китая у меня есть. Насос. Это временное решение, потому что потом я буду прокладывать магистраль холодной воды из полипропилена. Вот, это будет потом. Пока что мы обходимся вот такой стукой. Пойдемте, зальем. Вот у нас бак. Висит. Вот у нас термометр. Вот, сейчас будем заливать и будем смотреть, как будет греть. Отсчет начнем. Ну, сейчас за 10 минут зальем. Я думаю, с 4.40 начнем отсчет по нагреву. Поэтому я сейчас буду заливать. Так. Чтобы было лучше. Потому что бывает, не может поднять весь стулк воды. Я ставлю эту бочку на табуретку. Открываю крышку. Температура воды, я не знаю сейчас какая, она такая слегка теплая. Я набирал в городе еще. То есть, она не ледяная. Нам важно понять именно динамику нагрева. Напомню, термометр стоит на, получается, подаче в теплообменник. То есть, это обратно бака, но это подача в теплообменник. Поэтому там вода будет у нас такая, как сказать, не самая горячая, не самая холодная. Уже, можно сказать, перемешанная. Так, распутываем шланг. Короче, система ниппель. Так себе удовольствие. Но вариантов нету. Пока других. Подключили. Как-то я его еще здесь закреплял, блядь. Так. Плавочка. Пошла движ. Зашипит сейчас. Так, я вот этот вот мотор. В общем, к днищу сейчас приклею. В общем, он не такой производительный. На олежке стоило рублей 700. То есть, это вот именно на случай, когда нужно перекачать воду. Потому что я ее тупо не смогу залить бак. Сейчас достаточно высоко. Зальем, посмотрим, отчет, от какой температуры мы будем вести. Сейчас вода заливается, там шипит. Потому что что, уже полчаса печка топится, теплообменник разогрет. И прям там вода шипит, пока она заливается в небольших количествах. По производительности, в общем, смотрите, 35 литров канистра вот эта вот сейчас стоит. Посмотрим, за сколько он ее перекачает. Ну, сейчас 4.33. Стрелка у термометра потихоньку начинает подниматься. Сейчас зальем полностью и уже посмотрим, от чего мы будем отталкиваться. Ну, судя по всему, вода у нас будет от 20 градусов. То есть, от 20. Нам для помывки, ну, сколько необходимо? Наверное, градусов 70. 60-70. Вот, один раз у нас кипел бак, это когда приезжал Ефремов, приезжал про металл. Там ее так кочегарили вообще, там бак кипел, почти полный бак он закипел все-таки. Первый раз такое было. Кипел, уже, короче, снег туда закидывали, чтобы убрать это кипение. Ну, короче, жесть была. Так что, 20. Да, 20-21 где-то. Так. Ну, вот как раз половина прошла у нас где-то минуты 4. Поэтому так, что 7-8 минут, я думаю, это перекачка 35 литров. Ну, такой насос, как бы китайская игрушка. Потом уже будет полипропилен. Я сделаю кран подачи воды в бак. Сделаю отдельную магистраль холодной воды. Более-менее, так скажем, приведем все в человеческий вид. А то сейчас вот бегать с этими бедрами, с водой, ну, конечно, как бы так себе занятие. Хотя я привык уже, пофиг. Поэтому, ладно, смотрим дальше. Затопим печь. Будем еще сегодня готовить мясо. В фольге возле дверки печи положим. Посмотрим, приготовиться нет. В общем, у нас печка должна сегодня и напарить, и накормить. Попаримся, посидим, отдохнем. Сегодня выходной такой предпраздничный, можно сказать, день условно. Поэтому, пункайфовать. Сейчас набираем. Канистра уйдет. Еще, наверное, пол канистры залезет. Наша задача залить полный бак. Это 52 литра. И показать вам, как он нагреется с помощью теплообменника 7 литров на старте, который стоит в печи Атмосфера. Про или официальное ее название сейчас Атмосфера XL. Поэтому ждем. Уже где-то, наверное, на треть осталось. Ну, качает. Не вау, но все равно. Можно смотреть вечно. Да. Кайф на его. Так, залили, в общем, воду до самого верха. Все, там прям под завязку. В баке у нас, в этом ботике осталось немножко. То есть, там 35 полная ушла, здесь не полная. Но здесь где-то литров, наверное, осталось 8. То есть, с учетом того, что у нас бак 52, теплообменник 7, это, ну, условно 60 литров. А так у нас, в принципе, влезло. Да так и влезло. Я так думаю. Да, как раз 60 литров залезло. Уже у нас 23 градуса на термометре. Давайте посмотрим. То есть, было у нас 20, держалось, пока заливали. То есть, она уже нагревается. То есть, 23 у нас уже градуса. Давайте отсчет будем вести с 23. То есть, как мы набрали. Сейчас 16.52. Вот. И будем смотреть по динамике температуры периодически. Там раз в полчаса, раз в час. В общем, будем смотреть, как вода нагревается. С 23 до скольки она вообще дойдет у нас. И какие, ну, определенные контрольные точки, так скажем, в голове сделаем. Ну, и у вас будет понимание, в какой температуре у вас будут воды. С помощью, так скажем, 7-литрового этого теплообменника. Стоит ли там ставить бак? Больше нет. Наши мясо с картофаном. В общем, жрать она уже готовит. Как вкусно это, а. Видит наша повариха. Ребят, время 17.38. То есть, прошло где-то 40 с чем-то минут. У нас температура 30... 31-32 где-то в этом диапазоне. Да, паразахватик. Что у нас парной? Парной у нас... Пишет 34. Повесили в клип. Топится час сорок. Топим не прям супер агрессивно. Но так умеренно. В клип сюда воткнули, под спинник. Посмотрим, как будет давать аромат. Ребят, 6.24. Температура у нас воды 40-41 градус. С бака слили где-то литра 3-4 воды для поддачи. Поэтому смотрим, как будет дальше нагреваться вода. Так, сейчас 7.20, грубо говоря. У нас температура 55 приблизительно. То есть, не кипяток. Значит, у нас там сейчас осталось где-то литров 40. То есть, оттуда воду, соответственно, сливали. Сейчас 40 литров. Горение неактивно. То есть, на процент, наверное, 30. Поддув вверх закрыт. Низ открыт. И шибер у нас наполовину закрыт. Потом наблюдаем. То есть, пока что это максимальное значение. А мы сейчас пойдем парить человека. Поэтому закрываем. Так, свежая холодная пихта. Она прям так аж блестит. Мы ее положили в снег. Аромат прям стоит вообще божественный. Так, ну что накидываем. Так у нас исходное 50 на 50. Прям ровно. Полтинник. Я сейчас делаю паузу между ковшами. Ковш испаряет первый. То есть, поначалу по два, по три мы подряд. Сейчас я делаю паузу. Когда горение. Вот такое активное. Прям ровно. Тейфовая баня. Тейфовая баня. Тейфовая баня. Вот так. Ковш, кстати, я сделал. Такой высокий. То есть, смотрите, если я не на лавочке. Вот, допустим. У меня руки выше этого уровня. И если я захочу парить. Я смогу парить, но они напрягаются надолго больше. Можно и так, но они сразу забиваются. Поэтому я беру эту лавочку. Которая у меня высотой 20 сантиметров. Полок этот у нас 85. Высоковато. А вот с лавочкой. Вообще идеально. Вот руки. Ну они вообще идеально где-то так идут. Но мне вот так вот удобно. Руки вообще не устают. 50 на 50 сейчас режим. Хороший режим. Время 7.45. У нас 60 градусов. В баке порядка где-то, ну так же 40 литров примерно. Так как мы уже сливали где-то больше 10 литров. То есть, для подачи сливали немножко полоснуться. 60. 60 держится. Поэтому сейчас пойдем парить костю. Так, сейчас еще возьмем венички. Пока стопорись. Чё, Костян, как впечатление? Отлично. Пропарил тебя, Геннад. Включай. Отключил, да? Так. В общем, пихта в снегу. И потом человек настолько кайфует от свежего воздуха. Это вообще прям... Кто так не делает, делайте. Не пожалеете. Кайф просто. Просто кайф. Поставим наши венички. У нас сегодня дуб. Так. Чё мы имеем? У нас 50 на... Снять проветрили. Так, ну и подаем. Чё, начинается подбивать? У нас просто камера затягивается. Я ее пониже держу сейчас. Вот, давайте. Так, ребят, ну, конечная у нас точка 66, примерно, 67. Это у нас, наверное, 3-3,5 часа, я потом посчитаю. Сейчас у нас 8-10. Время. Что у нас получилось? В печке атмосфера. Мясо. Картошечка. Немножко лепешки пята. Уф. В общем, да. Мясо внутри, чесночок. Прям вообще за чё. Да. Ну-ка. Атмосфера нас накормит. Ммм. Сегодня. Шикарно. Ребят, ну, попарились мы. В общем, насчет воды для вас информация. Мы максимум ее разогрели где-то до 70 градусов. Я вот, честно, не помню, мы уже выпили, поэтому я забыл. Я посмотрю, когда буду монтировать и вставлю, соответственно, значение. Попарились, отлично. Я вообще, на самом деле, сегодня хотел добавить немножко нержавейки в закрытую каменку. Но нам так было неохота это делать. Мы это перенесли на потом, потому что мы хотели быстрее сходить в баню, быстрее попариться, поскорее запечь мясо с картошкой. Кстати, мясо с картошкой получились прям отменные. Вообще просто вкусно. В общем, взял кусок шейки, посолил, поперчил, немножко там приправ чуть добавил. Все это в фольги, несколько слоев и положили мы возле стекла в печке. Там они были где-то 2,5 часа. Это выхватило и картошки, и мясо. Все получилось очень вкусно. Так что сегодня мы, в общем-то, отдыхаем. Вам чего советую, потому что мы решили отдохнуть и отойти от всего этого негатива, как легкого ампара. Здоровья вашим близким. Будьте здоровы и мира. Счастливо. Продолжение следует...